Сестра дорогая. Игнатий Михайлович, Ниемия был веночерпием у царя. Когда царь увидел, что он печальный, и спросил у него, почему ты печальный, написано, он сильно испугался. А чего он испугался-то? Кто? Ниемия. Когда был печальный, и царь увидел, что он печальный ходит, царь спросил у Ниемии, почему ты печальный. Но я сильно испугался. Чего он испугался? А то на приеме у Сталина посмотрел лицо, что-то сумрачное или что-то, глаза бегают. Все, человек исчез. Он веночерпи был. И когда человек делает что-то страшное, у него глаза бегают, он не знает, что. Но он видел, что доверие полное ему. А веночерпи отравляли их. И он посмотрел на него, он дома молился, а здесь про себя, говорит, и помолился я. То есть домашнюю молитву соединил здесь. Я сильно испугался. То есть царь мог подумать о том, что он сделал заговор какой-то, отравят. Такое уже было неоднократно в жизни. Сегодня говорят, и Сталина отравили. Вот почему он испугался Ниемия. Но когда испугался, он помолился. Я садил, что он не крестился, этого крестного знамения не было. Он мысленно вознется к престолу Божию. И что интересно, дальше какую власть Бог дал ему. Когда считаешь невероятное. Он не просто как будто посланник царя, как второй царь в стране появился. Даже прокуроров менять мог. Судей. Вот почему. Поняла. Ну поняла, все. Я думаю, что он испугался. Вот возможность появилась. Все, все. Сказать о своей печали. А он не сказал. Подозрение, подозрение. Царь-то ему говорит, кто заболел? Нет, ты не от болезни такой. Все ты сжался так. Ему сказать охота и боится. А когда уже царь сказал, тогда он помолился и все высказал, что есть. Ну и дальше уже все двери отворились. Когда считаешь, вот пример дал Господь нам. То, что на тебя даже поднялась и власть, из подозрения попал, еще ничего не говорит. Я вот сейчас раскидывал материал о войне. Еще маленькое. Погодя, мне некогда. К вечеру скину. Что Лев Толстой говорил. Мне это скинули, я его вам кину. Сейчас никак. Я тороплюсь и тороплюсь все время. Еще у меня примерно 70 проповедей. Да и поступает еще. Ну, уже я перевел, сдал готовое для компоновки, прямо как должно быть. 260 проповедей. Полностью отмолотил один. Вот так. Дерегите глаза свои. Ну, я стараюсь, но никак надо. Я просчитал, надо на улице там зрение, на другое посмотреть. Ну, я посмотрел. Но я опять же не вылажусь, сижу здесь. Вот в 3 часа ночи я уже тут подготавливаюсь. И минут 20 я уже сажусь за компьютер. Вот так. Ну, и вопросов нет, отхожу тогда. Хороший вопрос задала сестра. Разумный. Отошел.